МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Время говорить». О самых интересных событиях расскажут наши журналисты. Выходные в Рязани прошли шумно и с размахом. И это не мудрено. Горожане отметили сразу два больших праздника. Коротко о наиболее важных событиях. Рязанцы проводили зиму. Народные гуляния прошли на стадионе ЦСКА и в районах города. День защитника Отечества. Какие события предшествовали этому празднику? Сотрудники госавтоинспекции в праздничные дни усилили контроль на дорогах. Ну а теперь обо всем подробнее. В этом году ежегодные городские гуляния «Душа моя масленица» прошли в субботу 21 февраля на площадке перед ЦСКА. Огромная территория едва смогла вместить всех гостей. С каждым годом все больше рязанцев собирается на праздник. Интересная концертная программа, конкурсы с подарками, обжорные ряды, сожжение символичного чучела зимы. Да что там говорить, в этот раз сама погода решила порадовать жителей нашего города и, как говорится, послала солнечный денек. И это несмотря на то, что празднование масленицы было довольно ранним. Но широкие проводы зимы проходили не только в городе. Как жители нашей области попрощались с холодом, расскажет Ирина Ковалева. Масленичная неделя завершилась грандиозными гуляниями, которые прошли не только в городе, но и за его пределами. Сами понимаете, за чертой Рязани праздник получился более атмосферным. Так, например, в поселке Ласковский на конно-спортивной базе Рязанский топунок устроили настоящее театрализованное представление. В нем приняли участие многие представители сказочного мира, такие как Баба Яга, Кикимора и, конечно же, главные любимцы публики – лошади. Сначала на них символом уходящей зимы пронеслись снежинки, ну а потом главное масленичное угощение – блины – показали, на что они способны. Это у нас традиционный праздник, мы его проводим каждый год. И собирается, как видите, очень много людей. И те, кто посещают наши занятия, и гостей приглашаем отовсюду, знакомые, друзья, родственники, все собираются, тех, кто к нам сюда приезжает. Вот, очень веселый у нас здесь проходит вот этот праздник. Как и положено в масленицу, гостей угощали блинами и горячим чаем. Не обошлось на праздники и без веселых конкурсов. Взрослые дети с удовольствием участвовали в перетягивании каната, а смельчаки попытались забраться на ледяной столб. Однако самым популярным развлечением стало катание на лошадях. Подобные праздники на этой конно-спортивной базе стали уже традиционными. Это и отличное развлечение, и определенная дань традиции, и желание организаторов показать, как можно с пользой проводить свое свободное время. Основное, конечно, это привлечь людей, молодежь, детей, потому что занятие верховой ездой и вообще общение с животными, с лошадьми, ну, это самое прекрасное, самое хорошее, что можно представить в этой жизни. Мы себя не представляем без лошадей. Гости получили массу удовольствия от общения с лошадьми, и от веселого праздника, и от солнечной по-настоящему весенней погоды, которая порадовала нас окончание недели. Будем надеяться, что впереди у нас такая же радостная весна, ведь встретили мы ее, как и положено, весело, задорно и широко. Масленица, как известно, это подготовка к Великому посту, а точнее, последняя неделя веселья перед периодом, который строг не только к нашему рациону, но и к развлечениям. Великий пост является самым главным и длительным постом в православии. Его основной целью можно назвать подготовку к Пасхе, празднование которой в этом году выпадает на 12 апреля. Все православные христиане, строго соблюдающие пост, понимают, что впереди их ждет нелегкое испытание как в употреблении пищи, так и в духовном смысле. Тем более, что физическое очищение тела без очищения духовного не имеет никакого смысла. Важно сопоставить эти две составляющие, и процесс пойдет легче. Для каждого православного христианина эпоха, пора Великого поста – это не столько время ограничений, хотя они присутствуют, это и воздержание в пище, и в каких-либо развлечениях, но в первую очередь пост – это время, когда человек активизируется, активизируется во всех своих душевных порывах в том, что и составляет его часть как христианина. Если мы в течение времени, например, не читали все молитвы или не помогали близким, то во время поста нужно активным образом попытаться сделать все то, что от нас требует христианское вероучение. Во время Великого поста мы ограничиваемся не только в пищи, на и развлечениях, во всем том, что мешает нам побольше узнать Бога. Мы ограничиваем себя в том, на что мы тратим много времени, и это свободное время, свободный, скажем так, человеческий наш ресурс, мы можем потратить на познание Бога более лучшим способом, нежели чем во все остальное время. Пост без молитвы и без какого-то духовного делания, без того, чтобы быть нацеленным на Христа, он практически бесполезен. Поэтому каждый постящийся должен помнить о том, что помимо этого сдержания какого-то, мы должны получше узнать Бога, получше познать Его. Отметим, что начало Великого поста совпало с празднованием Дня защитника Отечества. Такая вот ирония судьбы. И тем не менее, подготовка к празднику шла полным ходом. С молодежью проводили уроки мужества, направленные на военно-патриотическое воспитание, к мемориалам возлагались цветы, проходили собрания с участием ветеранов боевых действий. Ну а подробнее обо всех мероприятиях, которые прошли в нашем городе, в материале Алены Куколевой. В преддверии Дня защитника Отечества состоялся целый ряд событий, посвященных этому празднику. В частности, сотрудники Рязанского ОМОНа в рамках акции «Неделя мужества» познакомили рязанских школьников с особенностями своей работы и продемонстрировали действия бойцов спецподразделений полиции при нейтрализации вооруженных преступников. Мы всегда рады видеть детей на территории нашего отряда, показать им нашу технику, наше вооружение. Всем детишкам нравится данное занятие, с радостью к нам приезжают в гости. Также ОМОНовцы показали ребятам боевую технику, которая стоит на вооружении спецподразделения, и даже позволили ученикам осмотреть изнутри специальные полицейские автомобили. Ребята приняли предложение с восторгом. Такая возможность выпадает не каждый день. Спасибо огромное за предоставленные экскурсии, показательные выступления. Дети в полном восторге, потому что очень хочется, чтобы наши дети выросли достойными защитниками нашей страны. Полицейская акция «Неделя мужества» существует уже несколько лет. Направлена она на воспитание патриотизма у современной молодежи и пользуется большой популярностью. Самое важное, что ребята получают во время совместных занятий, массу положительных эмоций. Еще одна добрая и красивая традиция, посвященная празднику Дня Защитника Отечества – это возложение цветов к Монументу Победы. Ежегодно в торжественной процессе принимают участие ветераны, представители общественных организаций, местные власти и, конечно же, жители нашего города. День Защитника Отечества День Защитника Отечества – праздник не только сильных мужчин, но и прекрасных военнообязанных дам. Коллектив нашей телекомпании поздравляет всех, кто в любой момент и готов отдать долг Родине с их днем. Спасибо вам за смелость и самоотверженность, за любовь в стране, за великую ответственность. Кому-то праздники и отдых, а у сотрудников ГИБДД работы в этот период хоть отбавляй. Усиление контроля на дорогах области и рейды, направленное на выявление нетрезвых водителей, меры необходимые, иначе и быть не может. За эти выходные дни некоторые товарищи успели как следует расслабиться, а потери контроля над ситуацией на дороге, как известно, чревато плачевными последствиями. О работе дорожных полицейских подробнее в следующем сюжете. Вечером 21 февраля в городе Кораблино пьяный водитель автомобиля Киа сбил насмерть 73-летнюю пенсионерку. Мужчина попытался скрыться с места преступления, но сделать это ему не удалось. Киа столкнулась с автомобилем Жигули, который остановился перед переходом, чтобы пропустить людей. От удара Жигули развернуло, и машина наехала на женщину и ее 11-летнюю дочь. Виновник аварии далеко не уехал. Еще одним препятствием на его пути стала опора линии электропередач. В результате происшествия женщина с ребенком получили ушибы и ссадины. В городе Кораблино 38-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Киа Церрата, совершил наезд на пожилую женщину, шедшую по проезжей части навстречу движению автомобиля. Еще одна авария произошла в этот же день в Спасском районе на федеральной трассе Москва-Челябинск. 21 февраля в 6 часов утра в Спасском районе на 226-м километре федеральной автодороги Москва-Челябинск неустановленный водитель, управляя автомобилем ГАЗ-3110, при выезде со второстепенной дороги совершил столкновение с остановившимся из-за неисправности на перекрестке за пределами проезжей части грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом. В результате произошло возгорание, и груз автопоезда полностью сгорел. Водитель легкового автомобиля скрылся. Водитель большегруза, к счастью, не пострадал. В очередной раз трагедии показывают, что выпивать и садиться за руль недопустимо. И все равно многие продолжают играть с огнем. За прошедшие выходные в ходе очередных профилактических мероприятий нетрезвый водитель на дорогах Рязани и области выявлено 103 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Произошло за праздники 18 ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 24 получили травмы. Ну и напоследок хочется рассказать о делах житейских, связанных между тем также с дорожной обстановкой. Весна пришла, дорога прошла. Вечная проблема нашего города показалась из-под толщи снега раньше времени. Рязанские автомобилисты высказали свое мнение по поводу качества асфальта, а точнее его отсутствие. В этом году в нашем городе отепель наступила немного раньше обычного. Снег потихоньку тает, а вместе с ним уже традиционно начал сходить и асфальт. Такая история повторяется уже не первый год. Ну а новое дорожное полотно, которое положили ближе к зиме, что для нашей средней полосы является делом обычным, не продержалось и сезона. Явно дороги больше, чем асфальт. Проблема эта актуальна в Рязани круглый год. Складывается впечатление, что вместе со снегом весной тают надежды автомобилистов на светлое будущее для ходовой части их железных коней. Какие-нибудь особые опасные места есть на дороге? Везде. Я живу в роще, там на южном, поселок Южный, там вообще ездить нельзя, не ездить, не ходить. Я по Пронской езжу в основном, в направлении Рязани. Ну это вообще разбито, ну местами, конечно, не сказать, что вся полностью, но местами разбито ужасно. А центр города? Ну в городе я столкнулся тоже с некоторыми местами, есть недостатки. Ну сейчас весна, я думаю, это все устранится, когда подсохнет. А так тоже есть разламные дороги. Нередко ямы на дорогах становятся причиной крупных аварий, после которых страдают не только водители, но и пешеходы. Эта проблема уже который год трепет нервы автомобилистам. Остается надеяться, что в этом году ситуация хоть немного, да улучшится. И действительно, надежда умирает последней. Может и правда в этом году дорожные работы начнутся вовремя, а не как обычно, к лету. Это все новости на сегодня. Далее в эфире программа подробностей. Гостем студии стал Виталий Громов, генеральный директор Рязанского мини-футбольного клуба «Элекс Фаворит». Он расскажет о достижениях клуба за 10 лет своего существования. Смотрите нас на «Рязанских кабельных». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин